Я вам рекомендую, хотя на четвертый курс уже поздно рекомендовать что-то, но тем не менее. Итак, значит, до прошлого семинара я, насколько помню, мы все закончили, обсудили, ничего не осталось, не обсуждали одного. Значит, поэтому, давайте сегодня обсудим следующее. Значит, тут имеется ТЭП-разведение, да, что-то вы узнаете. На лифт-разведениях это уже было, правильно? Поэтому, значит, я не знаю. Мы смотрим ТЭП-разведение от двух скаляновых полей. Ну, как вы знаете, это суммарно, это будет равно ТЭП-разведение от ИС. Так как эту конструкцию нужно понимать, когда ИС-0 больше, чем ИС-0. ТЭП-разведение от ИС, когда ИС-0 меньше, чем ИС-0, да? Так, да? Правильно? Хорошо. Ну вот, теперь давайте попробуем это расписать таким образом. Значит, для этого я сначала хочу для простоты и понятности вести какие обозначения. Я могу листить, разобью оператор на две части. Так, да. Где первая часть, это минус и плюс, это означает оператор уничтожения вождений. Да, у нас был оператор А и А, помните, да, когда писали поля? Ну, то есть, это есть две части этого поля. Ну, я просто здесь минус написал, хотя вы не писали, а минус, а писали просто оператор А или В, да? Ну, потому что у меня есть поля ФИ, что он как-то... Не могу я использовать просто так, правильно? Вот. Потом, значит, что такое нормальное произведение, вы знаете, да? Вы уже это обсуждали. Нормальное произведение, это когда все операторы рождения стоят слева от оператора уничтожения. Так, да? Помните это? Как-то тоскливо смотрит, что-то я не могу понять. Не то ли вам это сильно понятно, либо непонятно, не могу понять. Сорвозить пока что. Ну ладно, давайте попробуем двигаться дальше. Значит, теперь давайте вот эти величины распишем так, чтобы они представляли себе нормальное произведение, плюс что останется. Ну, тогда я вот сюда продолжу. То есть, это как я должен понимать? Это будет ФИ минус Ах плюс ФИ плюс Ах умножить на ФИ минус Ах плюс ФИ плюс Ах, да? Ну, если я теперь перемножу, то это будет ФИ минус Ах на ФИ минус Ах, да? Эта величина уже в нормальной форме. Правильно? Так, да? Потом есть, например, плюс, ну здесь есть четыре члена, да? ФИ плюс Ах на ФИ плюс Ах на ФИ плюс Ах, это тоже в произведении записано уже в нормальной форме. Далее есть ФИ плюс Ах на ФИ минус Ах, это тоже нормальная форма, да? И только один шлем здесь ненормальный, да? Это ФИ минус на ФИ плюс Ах, да? ФИ плюс Ах на ФИ плюс Ах на ФИ минус Ах и отниму. Правильно? И отниму. Так, сейчас, да, я отниму ФИ плюс Ах на ФИ минус Ах, да? Прибавляю от граммы. Тогда вот эта вот величина, это нормальная форма, правильно? Подходит сюда, так вот вступает сюда, если их вставлять, да? А вот эта величина, это является, это вот, это коммутатор. Правильно? Полей. Таким образом, это нужно записать как нормальное произведение полей и от Х на ФИ плюс Ах, да? От чего? От ФИ минус Ах на ФИ плюс Ах, да? Потому что, как нужно понимать, вот Эм, это, ну, значок нормального произведения, да? Как это нужно понимать, что, вот, когда я расписываю здесь все поля, да? Я всегда должен понимать, что рождение, оператор рождения стоят слева от операторов уничтожения. Это понятно? Вот. То есть, а теперь, если я расскажу то, что внизу, да? Ну, я не буду повторять все, но, наверное, всем понятно, что Х служу заменить на У, да? Ну, как это там? Если я так вот еще буду писать, 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 да, то я приду к следующей консоли. Я думаю, что это будет опять нормальный произведение ФИ от Х на ФИ от У, да? Плюс ФИ от У, минус, да, на ФИ плюс от Х. Согласны? Ну, там, наверное, ну, падаем на то, что, наоборот, их стоим в состоянии не зря. Без разницы. Нормальное произведение, да, если там стоишь так, чтобы это было... Значит, если... Я пока пишу только это для скалярных полей. Для фирменных там есть вопрос с антикоммутацией, правильно, полей? Можно за знаком уже следить. Вот. Ну, здесь это все равно. Ну, и тогда... Вот эта величина записывается так, что Т-произведение равняется нормальное произведение ФИ от ИС, 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 да, Это хронологическое спаривание. Вот эта спаривание равняется в это величине. Понятно, да? Давайте попробуем ее... Давайте попробуем ее... Вот эта спаривание... Эхронологическое спаривание... Вычискать. То есть мы... Вот... Конститута... Величина. Да? Ну, давайте попробуем это... Выскочислять. Что такое ФИ плюс или минус? Да, мы знаем. Помните, да? То есть поле ФИ... Ну, давайте я еще раз напишу. Это что такое? Это сумма, да? И мы там на поле ни два... Я написал вам В, да? Да? Так, да? Оператор А в К, Е в степени минус ИКХ, да? Плюс АК в крест на Е в степени ИКХ. Так написано. Ну, то есть вот это вот... То, что мы обозначали, это ФИ минус, да? А вот это мы обозначали ФИ плюс. Так, как я уже сказал. Ну вот. Раз мы это все знаем, то, наверное, можно попытаться вычислить вот эти величины, да? Ну, давайте... Ну, видно, что здесь все... Сначала выдаст коммутатор вычислить, да? Потому что А здесь... Опять ИК заменить до ИКХ, да? Я понял, не буду сосчитать. Второе. Ну, то есть нам нужно вычислить такой коммутатор. ФИ минус... Верхний, что там? От ИКС, да? 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 Вот такую величину нам нужно. Давайте попробуем эту величину вычислить. Для этого что сделаем? Ну вот, воспользуемся явным видом, да? Этих полей. Значит, для этого будет... Будем иметь столько. Будет иметь единица, да? Будет стоять все суммы, да? Там, по Т1 и К2, да? Вот. Извините. Извините. Уramиться на recovery в корне с 2 х1, từ 2 х2. В за корне с 2 х1, да? В, да? Так да? Вот. Ну потому, что для одного и для второго. Значит, что здесьivering交換 ? на АК1 на АК2 крест. Согласны? Проверяйте, я могу опечататься, ошибиться. Вам издалека же виднее, правильно? Что-то есть в степени минус ИК1, а крест – это, соответственно, плюс ИК2. Согласны, да? Ну, а дальше все понятно, да? Коммутатор не знает, да? Он равняется чему? Это К1 и К2. Согласны? Помните, это уже было. То есть из этой двойной суммы остается только одна сумма, правильно? Ну, здесь сумма по К1 и К2, естественно, да? Значит, тогда отсюда получается К1 равняется К2, то есть ε1 равняется ε2. Вот. Ну и получаем всего лишь одну последовательную сумму, да? Которая у нее соединится на 2 ε в, да? На ЕС-ИК, Х-У. Согласились? Вот. Ну, это когда я отвечу, когда Х0 больше, чем вы говорите, да? А здесь сумма по К1 стоит. А здесь сумма по К1 на ЕС, на коренной, коренной минусе, на 2 ε в степени минус ИК, у минус ИК, да? Таким образом, мы вычислили, когда есть хронологическое спаривание, теперь давайте попробуем продвинуться чуть дальше. Для того, чтобы продвинуться чуть дальше, я хочу эту сумму теперь заменить на интегратор. Как это сделать? Кто мне быстренько подскажет? То есть я могу записать как-то интеграл, а если я хочу сумму, то написать только что нужно сделать? d3k на 2π. Да, d3k на 2π еще довольно, правильно? Ну, по всем состояниям, да? То есть это нужно написать, будь единица на 2 ε, правильно, да? d3k на 2π, правильно? То есть сумма заменяется на v на d3k на 2π, ну, плотное состояние, правильно? Как мы можем суммировать, либо интегрировать. Вот. Ну, и соответственно, здесь я запишу, ну, давайте, хотя уже не видно совсем, но не менее. Вот так. Вот. Согласен, да? Ну, а дальше, вот эта вся увеличена, да? Я сейчас запишу, а потом сообразим, почему я так решил написать. Да? Это будет и на 2π. 4 ist иowski грамм, isk плюс минус y а zad 4k. карта в квадрате минус 7 в квадрате и живет вверх ну, ε, это, как это? это не та ε, да, давайте я ну, понятно, ну, да, вот это пусть, давайте просто идем в какой-то, чтобы не было проблем ε бесконечно мало увеличено это там я писал, и здесь я писал чтобы не было проблем ну, теперь к вам вопрос почему я вот так записал? как вы можете? это два полюса да, правильно значит, имеется что? имеется два полюса то есть это будет что? это будет К0 в квадрате, да ну, я нижний теперь расписываю минус К в квадрате минус К в квадрате да, минус К в квадрате минус К в квадрате плюс динекса правильно? так, да? вот ну, чтобы сосчитать полюса, да, я должен сравнять это к нулю да, найти полюса значит, отсюда получаю, что К0, да, равняется плюс минус, да, корень квадратный это вот здесь К в квадрате минус М в квадрате и, соответственно, как я должен здесь написать минус, плюс и епсилон я правильно написал? правильно? ну, епсилон ну, здесь уже не та епсилон а переопределенная, да, епсилон ну, здесь не важно, скажем бесконечно малка величина ну, то есть если я ну как то есть это равно плюс минус, да извиняюсь, я здесь не буду переписывать вот так, да, полюса теперь если я возьму квадрат, да то есть я беру знак плюс, да то получаем что? вот здесь минус и епсилон правильно? да согласны? да, нет или все равно ну, а теперь на этой плоскости соответственно у нас по Д4К, да у нас есть два полюса, да согласны? вот ну, и для того, чтобы взять ну, как этот инкеграмм отличается от этого тем, что я вел интегрирование по ДК, правильно? вот ну, чтобы вернулся, грубо говоря, назад да, нужно проинтегрировать по ДК так, да для того, чтобы проинтегрировать по ДК, да ну, как нужно замкнуть контур, да где его замкнуть? если х0 больше, чем убит 0, да х0 больше, чем убит 0 где он должен замкнуть контур? внизу или вверху? вверху что-то вверху а? внизу, конечно ну, это надо, чтобы он играл, но по нему был мало правильно? вот а для второго стулья, да мы должны ну, вот опять даритуры да вот так вот ну, обратно сюда обратно, если ситуация будет ну и все когда значит, здесь Сверху дает что вклад? дает только вот этот полис, правильно? ну, вот значит ну, на 2πi на минус 2πi домножить, да и взять только у кого-то больше, правильно? так? ну домножаем на минус 2πi и будет 2 помер и ну ну понятно, да? то есть обходим вот в равнатуру умножаем на минус 2πi здесь мы разваливаем ну как 2, да и берем такой вычем, так сказать то есть это будет 2 омя да согласен, да? когда в обратную сторону будет 2πi, но зато будет в минус 2 омя ну, вот и все согласны? ну вот ну вот значит такие образы мы вычислили вот хронологическое спаривание равно вот это и увеличение ну это вот к этой вечерам является еще пропагатором да? функция грина да? разные названия есть ну то есть в импульсном представлении вот вот мы сейчас ее увидим она войдет в наше растение это называется пропагатор да так скажу есть по этой части какие-то вопросы? потому что я просто хочу стереть хотя бы 2-3 полоски или нет вопросов? тогда я начну стирать в следующем этапе мы с вами обсудим телевну вика да? в следующем этапе то есть телевну вика возле не надо уже ее обсуждать ну ладно тогда обсудим телевну вика подключается в следующем то есть если у вас есть тэг-разведение от ФИ от ФИ там от ФИ да? там там чьи апекс n то она эта величина равна нормальному произведению от этих операмторов плюсы сумма по всевозможным спаривания нормальному произведению из всех всевозможных спариваний есть ФИ 1 ФИ 1 ФИ 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 1 ФИ 1 ФИ ФИ 1 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 1 ФИ 2 ФИ 1 ФИ 2 Для этого давайте сделаем так. Покажем сначала предварительно такое утверждение. Если я напишу фи... Давайте, чтобы не писать, я буду здесь индекс писать, чтобы поменьше не писать. Ну, фи один, два, три, а не скобка. Фи один, фи н, фи н плюс один. Причем это все равно нормальному произведению от всех н плюс один полей и плюс спаривание с этим оператором. Нормальное произведение от всевозможных спаривания плюс один с разными полями. Сначала докажем, что можно назвать Леммой. Причем Тр, я возьму Тр плюс один меньше, чем Тр. Тогда я могу доказать какую... назовем ее Лему, да? Не Тр, но любую. Это ИТ. Это у нас последняя. Любое ИТ. Ну, давайте попробуем это доказать. Что... ну, то есть, разделе здесь... Сумма нормальной разделе. Значит, как это доказывается? Значит, для этого, для этого, для этого, для этого. Давайте разделим поля фи, ну, вот опять, на фи плюс и фи минус. Если мы докажем для фи плюс и для фи минус, да, то мы докажем соответственно для фи. Согласны? Согласны? Согласны. Ну, самое... ну, то есть, все поля, которые вот здесь стоят, фи один, там, фи н, 2n плюс один, мы можем их опять разбить в виде суммы. Ну, фи представим в виде фи минус и фи плюс, правильно, да, и тогда вот у нас либо будут фи плюс, либо фи минус, да, встречаться какие-то. Так проще работать, да? Значит, ну, и предположим, что сначала фи фи минус один – это поля минус. Это операция уничтожения. Тогда... тогда что? Как знаю, это... можете доказать? Или не можете? Ну, это самое простое, там, конечно, будет посложнение, как я сказал. Какие будут предложения? Мне в помощь, как первое предложение скажется. Ну, то есть, вот с этой стороны, если этот оператор уничтожения, да, то, соответственно, вот здесь вот стоит фи минус плюс один, да, фи минус один. То есть, вот это вот будет равно это, правильно? Так, да? Значит, нужно доказать, что хромологическое спаривание равно 0, так-то. Согласны? Ну, я написал вот это, вот так, да? Ну, тогда нужно доказать, что только хромологическое спаривание равно 0, так как это доказать? Ну, чтобы доказать, надо что-то написать, да? Значит, если я напишу тп произведения, да, от какого-то фи фи на фи минус один минус, да, тогда оно равно нормальное произведение от фи фи на фи минус один минус, да? Согласны? Плюс спаривание, да, фи на фи минус один минус. Ну, это вы только что доказали. А с другой стороны, вот это вот чему равняется, равняется фи на фи минус один. Ну, потому что вот это вот это время, оно, вот там написано, да и это я больше. Согласны? А с другой стороны, лето равняется иди, фи на фи сен плюс один минус. Потому что оператор уничтожения стоит уже не так справа. Так, да? И это все равно плюс хромологическое спаривание этих операторов. Да? И это равно нулю. Так или не так? Ну, то есть, если вот этот оператор уничтожения, да, то мы доказали, да? Значит, если мы еще докажем для плюс, да, то мы докажем эту лему для произвольного оператора. Такая логика проходит для вас. Если мы для минус закажем эту плюс, то мы закажем для их суммы. Значит, тогда давайте попробуем, я его буду еще раз писать. Тогда теперь пусть он здесь стоит плюс. Так, да? Ну, и для простоты... А теперь здесь пусть стоят все минусы операторов. Ну, для плюсов совсем просто доказать. Ну, вот здесь вот стоят... Здесь будет стоять плюс. Минусы здесь стоят. Я не буду переписывать, да? Вот. Вот. Фиадил там. Фиадил там. Фиадил там. Фиадил там. Да? Тогда тогда... Как доказать? Тогда это равно, да? Опять, нормальное произведение от всего этого, да? Фиадил там. Ну, теперь стоит дискриент минус, да? Плюс они, да? Согласны? И плюс, опять, сумма нормальных произведений с возможным подспариванием. Нет, плюсы просто. Не, нет, не, следующий. В одном из предназначения, там, Фиадил там. Вот, это просто дискрофер написано. Не, а, Фиадил там написано. А, да, извините. Отпечать. Так, да? Вот. Значит, а здесь все взвем минусы. А потом, если нам нужно сколько-то плюсов добавить, мы сейчас обширим, плюсов потом налегко добавим. Ну, вот под этим поразением будет стоять сколько-то плюсов и сколько-то минусов, правильно, да? Если мы докажем для минусов, для минусов мы плюсов налегко добавим, если еще нам не уходило. Как это доказать? Ну, казалось бы, доказать это нужно точно так же, как только что доказывали, да? Т.е. теперь стоит здесь минус, да? Плюс, правильно? Здесь будет стоять нормальное произведение минус, плюс и вот так, да? Плюс здесь стоит, да? Так, да? Ну, а вот это вот D произведение будет записано вот так, правильно? Это переведите, переписывайте по написанному, чтобы мы еще писали. Вот. А с этой, что ли, как я должен написать буду? Ну, как, нормальное произведение это будет как написать? Плюс, да? От N плюс 1 и минус от I. Правильно? Это же слово «нормальное произведение». Как понимать нормальное произведение? Вот так понимаем. Еще раз повторяю. Ну, и тогда перестановь как раз равна спаре, правильно? Поэтому, я вот здесь записал, да? А нормальное произведение, вот здесь стоит вот этот оператор. Не буду переписывать. Вот. Вот это вот записано, это вот так, да? А вот здесь нормальное произведение, здесь стоит F плюс. Он должен теперь вот здесь стоять. Правильно? Но для того, чтобы его переставить, вот, я должен сделать вот эти все перестановки. Раз, три, десять, спаре. Правильно? А для того, чтобы добавить оператор, а какой-то там F плюс, мы с этой стороны намножим, и точно так же отнесем, как он перед этим носили. Ну, потому что все эти спарень гадут нос. Ну, вот. Если мы доказали под плывем, да? Вот. Ну, тогда уже доказали и теорему, да? То теперь, вот, у нас, для n равняется двойке, можно доказать. Правильно, да? Предположим, что вело на две вариантов, да? То, что написано вверху. Тогда намножим на фи от х . Везде. Ну, на фи от х . Ну, и здесь, ну, понятно. Везде намножаем на фи от х . Для n равняется двойке, так мы доказали, да? Предположим, что для n верно, да? Если мы теперь докажем, что для n плюс 1 верно, то теорема доказана. Так, да? Вот. Вводят предполагающий, что для n верно. Теперь, домножая и вот, утарая, вследствие от х . Тогда, здесь, так как у меня есть вот это условие, я вот это сюда заношу, а для расписывания вот этих я воспользуюсь вот этой нашей ленинной. И получил раз. Для n плюс 1 все то же самое. Непонятно? Давайте, какие есть вопросы? Это теорема века. Сейчас она нам понадобится. Ничего лишнего вам не рассказываю. Так, нет вопросов, да? Ну, и теперь давайте еще сделаем... Так, давайте я уже, наверное, тоже засыпал. Я думаю, что только пропаганду поставлю, да? Пронофрическое спаде на наших половинах четыре. Теперь давайте определим... Сейчас мы с вами перед этим, как на предыдущих семинарах вычисляли распады частиц. А теперь перейдем к вычислению рассеянных частиц. То есть, с частицей сталкивается, что-то там происходит, так сказать и так далее. Ну, чтобы это характеризовать, вы знаете, что это характеризуется сечением, да? Такие увеличения. Ну, и поэтому давайте попробуем определить сечение. Пусть у нас имеется два пучка, которые сталкиваются, да? Ну, для начала возьмем, пусть стоят частицы, да? С какой-то плотностью n1. И на них долетает пучок частиц с плотностью n2. Я понятно сказал, да? Чему равняется это число столкновений? Как вы думаете? Как вы можете архитилизовать? Чему оно будет пропорционально для начала? Да, произведению плотности, да, будет оно пропорционально. n1.n2, да? Понятно, что чем больше у вас плотность мишени, да? И плотность падающего пучка, да? Тем больше, соответственно, пропорционально число столкновений будет происходить, да? Так же число столкновений пропорционально, наверное, объему, которым это происходит, правильно? И время, которое вы наблюдаете. Здесь идет юртикл возображения. То есть, я так все решу. Ну, вы смотрите объем, да? Чем больше объем вы смотрите, тем больше будет происходить столкновения пропорционально. И то же самое со временем, да? И тоже все пропорционально. Так же подпортность и зависимость, да? Вот. Еще какая зависимость есть? Раз. Ну, не раз, два. Относительная скорость, да? Вот. То есть, скорость падающего пучка. Правильно, да? Вот. То есть, ну, берем бы, относительная, да? Так, да? Все. От каких еще внешних условий это может зависеть число столкновений? Ну, от скорости налетающего пучка. Чем больше скорость, да, пропорционально, тем больше пропорционально подходит частиц, которые взаимодействуют. Правильно могут взаимодействовать? Так, да? Вот. А дальше, вот здесь есть коэффициент сигнал, который дальше определяет только сам, собственно, процесс, который не зависит от ваших экспериментальных условий, да? А только определяется вот взаимодействием. Ну, то есть, вы чем более плотные пучки возьмете, да, тем у вас будет больше столкновений и так далее. Вот. А сигма это характеризует, ну, это не только центр пропорциональности, да? Который характеризует ваше взаимодействие. Собственное взаимодействие. Вот. Ну, и давайте попробуем дальше с этим разобраться. То есть, вот это вот я написал в системе, где у вас есть мишель, да, и есть падающий ключок. Согласны? Ну, мы с вами, как это, теперь работаем, все у нас религиевистское, да, вот, поэтому нам нужно вычислить религиевские варианты, я так сказать, все увеличения. Тогда, давайте перепишем это в системе произвольной, да. Ну, на самом деле, вот это я написал в системе, когда у вас, еще раз повторюсь, у вас есть мишель, на который падает ключок. Ну, у вас можно, например, как на ВЭП, в 2002 пучка сталкиваться, да, с равными энергиями, да? Или вот на симметричных фабриках с разными энергиями могут сталкиваться. Вот. То есть тогда, как это переписать? Число сравнение ничему пропорционально. А на Сигма, да, будет пропорционально. Вы относительно, величина инвариантная? А? Нет. Ну, да, нет. ДВПДТ, величина инвариантная? Да. Вот, ладно, в одном месте вы меня поддержали. Да, ДВПДТ и инвариантная величина. Вот. Значит, а плотность инвариантная величина? Ну, теперь вы боитесь сказать, что нет, да? Скажите, что нет, да? Не инвариантная, естественно. В зависимости от системы плотность меняется, да? Меняется во сколько раз? Вы даже знаете, да? В гамма раз, да? Поэтому я так вам написал. В относительное, да? Из N1 на N2. А здесь я говорю, что гамма относительное на гамма 1, гамма 2, ДВПДТ. Посмотрите. И как это? Посмотрите и скажите, что вам не понятно. Как вы слить относительную скорость? Через инвариантную переменную, да? В1, В2. Правняется чему? Правняется. В1, В2. В1, В2. 1. 1. 1. 1. 3. 5! 6! 5! Все! Хотелось бы понять вас, или вообще что-то так. Что вы думаете, это это... Отсюда гамма, В1 и В2 имеется в виду четырехмерный скалярный образец Понятно, да? То есть отсюда гамма относительно, да, от чего уравняется? В1, В2, ДМ1, М2 Ну а В относительно чего уравняется? Неизвестно? Ну так, ну единица у нас единица минус В относительно м квадратия, да, оно равняется В1 на В2 на квадратии на М1 квадратии на М2 квадратии, согласно, да? Так что то, помимо отсюда единица минус В относительно равняется, соответственно je, минус В относительно м квадратии на М2 квадратии на М1 квадратии на М2 квадратии на М2 квадратии на К1. Это будет, соответственно, единица минус R1 на 2 квадрата, R1 на 2 квадрата, согласно? Ну, теперь давайте, вот, там звонок звенит, ну, давайте сейчас я закончу сечение. Вот, значит, теперь мы можем все туда поставить, да? То есть, соответственно, число столкновений будет пропорционально чему? Давайте эту величину попробуем расписать, да? Ну, не вот эту вообще. Вот, оно будет чему равняться? В-относительно это будет корень, да, на чего? В-относительно это будет P1 на P2 квадрата, согласно? Минус M1 на M2 квадрате, так, да? На P1 на P2. Я правильно написал? Это P-относительно. Вот. Дальше у нас есть... Что у нас есть? У нас есть гамма-относительная, вон там было написано. Так, да? Вот она гамма-относительная. Е. А вот. Я должен на него замножить, да? То есть это будет P1 на P2 умножить на M1 на M2. Так? Еще поделить на гамма-1, гамма-2. А гамма чему равна? Через энергию массы. Ага. Энергия на массу. Да? То есть это будет, соответственно, P1 на M2. М1 на M2. Согласны? Ну, я вот это множество расписываю, потом сейчас все соберу вместе. То есть отсюда получается, что что-то сокращается. И что-то тоже сокращается, да? Так? Вот. Ну и тогда вся эта конструкция у нас получается такой. П1 на P2 по разному минус M1 на M2 в квадрате поделить до L1 и начнем туда. Ну, это я вот здесь много проявил. Это я вот эту конструкцию просто расписал. Тогда? Ну, а тогда что? dU будет чему равна? Ну, здесь смотрим за какое-то время t, да? Ну, у нас что? Мы говорим о том, что у нас... В чем сейчас фото? Одна частица в объеме V. Так мы считаем всегда, да? Ну, понятно, что когда мы будем считать вероятность, да? Мы считаем, так сказать, не число столкновений, мы считаем вероятность взаимодействия. Правильно, да? Вот. Тогда я могу написать так. dV равна чему? Она равна, ну вот, с течением σ, да? Как бы это множительство стоит? Вот. На что? Ну, давайте тогда V вкус не спешу. Вероятность равна. На корень вот этот p1 на p2 в квадрате минус m1 на m2 в квадрате поделить на ε1 на ε2. Так. Здесь еще я в том, что должен написать... Должен я написать... Должен я написать... d, да? И на v, да? Правильно я пишу? Проверяйте. 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 Ну, тогда сечение... Сечение равняется... А сейчас у нас планонеческих составов. Да, сейчас... d на g... Да, я рассказал всё. Теперь мы будем... Мы делаем заготовку для вычисления сечения, да? У нас, как мы всегда... Частица, да, в объеме мы одна, правильно, да? Когда мы смотрим вероятность. Ну, я даже букву сменил. Почеркну где-то. Если бы было число столкновений, да? В каком-то объеме и за какое-то время. Правильно? Вот. А здесь будет t на g, да? Где жизнь... Это будет сколько? Жизнь будет равно... С полю квадратным. То есть, p1 на p2 в квадрате, минус 1 в квадрате, минус 2 в квадрате, поделить на v на f2 в квадрате, минус 2 в квадрате, минус 2 в квадрате. А t это время. Ну, как вы знаете, v поделить на t у нас это... В единицу время не получится. Как это должно было быть. Вот это сечение. Ну, вот формула сечения, да. Ну, если мы хотим какой-то dv, то здесь будет dc. Какие есть вопросы по этой части? Нет вопросов по этой части? Простая часть сегодня, да. Первая половина. Нет, да? Ну, ладно. Мы, как это, перерыв уже проговорили. Ну, давайте все равно, значит, я в тиражин сделаю. Я не знаю, что там проговорили. А тут коридори стояли все. У нас тут есть. Просто. Опять стирачиваю все. Давайте сейчас вычеркнем сечение. Для растения одной частицы и другой. Эту, хотя с одной группой. Будем рассматривать рассеяние скалярной частицы одного типа на скалярной подвозовке. Для того, чтобы такое рассеяние нам рассматривать, нам нужно знать о дрожанах взаимодействии. Как эти частицы взаимодействуют. Вот. Посмотрим рассеяние, например, скалярной на какие-то там заряженные частицы по дрожанам взаимодействию, которое мы уже с вами писали. Мы рассматриваем при этом распад частицы. Да? А мы рассматриваем теперь растение частиц. Вот. Правильно такой вот дрожан взаимодействия? Да? Вот. Опять напишем тот же дрожан заводействия. Правда, мы там рассматривали. Я дополню вам. Раскладываются три частицы круглые на эти две зарядки. Фи – это неправильное поле, а это зарядное поле. Вот. Вот. А теперь попытаемся рассмотреть растение. Я так пока условно написал частица Фи. Рассеивается на эти частицы, да? И переходит. Вот. Так у нас нет этих названий для этих частиц. Я написал просто поляк. Понимаете, да? Вот. Так условно. Рассмотрим вот такой процесс. Растение. Одну частица скалярная. Нейтрально, да? На заряжение. Ну, их надо. Так да? Ну, вот. Для этого, вы уже знаете, есть S-матрица. Знаете, да? Вот. Которая равна P-произведению. А в экспонентной. Которая равна P-произведению. Которая равна P-произведению. Так. Ну, вот. Для того, чтобы рассмотреть растение, у нас имеется одна частица одного типа и другого типа в начальном состоянии. И в количественном состоянии все то же самое. Вот. Для этого я, ну, не знаю, чтобы хотя бы это вспомнить. Сумма, вот я уже писал, была, ну, ладно, например, там, Ом, я говорю, В, да? На АК на Е-минус и К-плюс АК, крест на Е-минус и К-плюс, да? А поля Фи я вот так не буду вот писать в подробном виде, да? Это был, например, там, В, а здесь, ну, там, называется крест. Так, да? У нас имеются такие поля. Дальше, у нас имеется, соответственно, будет начальное состояние. В начальном состоянии имеется вот частица такая и такая, да? Ну, для этого мы пишем АК1, да, крест. То есть, имеется частица цикрусом К1, да? Ну, а здесь нам все равно, ну, давайте, здесь нам просто определиться, там, В или С мы должны писать, да? Пусть это будет В, крест, синтезом В и В. Вот это начальное состояние. А что мы имеем в конечном состоянии? В конечном состоянии мы имеем АК2, крест, В крест от П2 на 0, так? Вот имеется начание, а конечное состояние. Ну, и нужно найти, вот, как мы только что сказали, для растения частиц. У нас характеристика этого взаимодействия – это истечение, да? А дальше, если мы знаем сечение, то дальше вы на своем, например, ускорителе можете засчитать число столкновений, которое будет, да? То есть, у вас есть плотности кучков там, скорости их там, ну и так далее. Правильно, да? То есть, вы уже вычисляетесь. То есть, еще раз повторяю, сечение – это является характеристикой процесса, а не ваших экспериментальных условий. Это характеристика процесса. Потому что все экспериментальные условия мы выделили вот в этот множитель там, Ж, В и так далее. А осталась характеристика процесса, которая уже не зависит от того, где вы этот процесс изучаете, да? На ВЭП-2000 или где-то в другом месте. Значит, итак, для того, чтобы сосчитать эту величину, да? То есть, нам нужно что? Крест нам нужно разложить в ряд, да? Раскладываем в ряд. Это будет единица плюс… Ну, и я сразу хочу отметить, что всегда, когда развивается, когда пришло игрокам взаимодействия, что здесь все операторы вверх стоят в нормальной форме, чтобы никаких, так сказать, внутри спариваний не устраивать. Вот. То есть, это нормальная форма. Иногда пишут букву… Я специально написал две точки, да? С разными обозначениями. Иногда пишут букву Н, а иногда по две точки ставится. И это тоже означает нормальное произведение. Откройте букву книжку, можете увидеть букву Н или две точки. Вот. Ну вот. Тогда мы что? Берем и раскладываем, да? То есть, это будет Т произведение Ж. Ну, здесь знак Т уже смысла большого не имеет, да? Это будет И, И, Ж на интеграл подбержанного по ДС. Плюс И в квадрате, да? Пополаму. На И, Ж в квадрате, давайте сразу сюда. На Т. От чего? Ага. Интеграл от L к X. Ой, подозвольте еще, я подозвольте. Ну, X. Я тут, подозвольте, X. На четырехкярнице произведение стоит. Что же я написал? Ну, в общем, у меня нет, это самое. Не останавливается. Мы из Лагринжана Ж, да? А? Мы здесь имеем ввиду, что, когда пределал Лагринжан без Ж уже, да? Ну, Ж это у нас констант, я просто выявил. А, ну, правильно, Лагринжан, да. Я Лагринжан, я хотел сначала вот здесь этого самого сразу писать, а потом передумал. Я понял просто, что вы, правильно, да? Ну, Ж это на других, ну, правильно. Вот. А, значит. А здесь, подозвольте. Интерам L, Y, подозвольте. Согласно? Плюс, плюс дальше. Ну, дальше писать не буду, потому что дальше не понадобится. Смотрим. Что дает вклад? Классный вклад в этот процесс? Ну, единица, естественно, не дает, да, никакого вклада? Ну, как, единица, это, если вы перемножите, то начальность совпадает с конечным, да? Классно. Вот. Значит, дает вклад в процесс вот этот член. Как вы думаете? Не дает. А? Не дает. Не дает. Ну, по разным причинам, да, но все равно будет ноль, да? Потому что, смотрим, здесь у вас, ну, как, в начальном конечном состоянии имеется по одному, например, оператору, да? А я. Так, да. Вот. А здесь, во благоражении, у вас только оператор раз стоит, ну, первый скид. Ну, либо А, либо А, фес. Согласны? Ну, я не буду расписывать подробно. Я говорю, ну, это уже уменно начинать считать, да? То есть, тогда, здесь очевидно, что баланс оператора ПА у вас никак не получится. Ну, у вас их нечетное количество. То есть, это будет ноль, да? Вот. То есть, тогда нужно переходить ко второму члену разложения. Это вот то, что написано здесь, да? Ну, для этого я, давайте, вот сейчас его и перебешу. То есть, амплитуда, да, перехода, это будет вот на противном состоянии, да? На что? На ИЖ квадратный пополон. Т-произведение, а сейчас я вот здесь уже буду расписывать. Т-произведение от инфеграла, а здесь что будет? Фи от�есть, хи со звездой от х, х х от х на х на х х на х х х фи от у, и фи со звездой от у и фи до у, И не сокровается скобка, и что начальники стоят. Вот вам оттуда переход. Ну вот, тогда теперь смотрим, что же мы видим. А теперь мы вспомним нашу теорему Вика. Нам нужно рассказать первопроизведение. Мы только что доказали саму теорему Вика. Показали? Вы доказали. Значит, оно чему равно? Оно равно нормальное произведение сначала всего, потом плюс сумма всевозможных там спаривания и так далее. Согласны? Вот. Извините. Алло. Так. Хорошо. Хорошо. Так, значит, имеется нормальное произведение всему, да? От нормального произведения получится сколько? 0,5, правильно, да? Потому что у нас, ну, у нас, конечно, вот здесь еще есть операторы, но все равно, как говорится, баланса не хватит. Ну, у вас от операторов вот этих фи, да, у вас сколько? У вас раз, два, три, четыре, правильно операторы? Четыре оператора стоят нормальным произведением, понятно, да? А слева и справа у вас еще по одному оператору, ну, два оператора, они, как бы, могут замкнуть на себя, но все равно два останутся в нормальном произведении. от любого нормального произведения ноль. Это понятно? Нет? Посмотрите, сколько из полей? Раз, два, три, четыре, да? Это означает, что там имеется четыре оператора, B и C. Так, да? В нормальной форме. Слева и справа стоят только по одному оператору, там, B. Если у вас есть четыре оператора и еще два оператора, да? Но они два оператора могут скоммутировать, да? Но два оператора останутся в нормальной форме. И это стоит вакуум, дальше уже вакуумно средний от них стоит. От любого нормального произведения ноль, правильно? Потому что у них слева, справа, здесь стоят операторы уничтожения, которые действуют, так сказать, на ноль, дают ноль. Таким образом, просто от нормального произведения здесь это ноль, да? То есть тогда нужно рассматривать только член, который дает спаривание. Ну и здесь уже понятно, какие спаривания они нужны, да? Спаривания они нужны, хронологически, связанные с операторами FI. Ну, здесь, конечно, можно устроить спаривание еще поэтому, да? Но тогда у нас не хватит там оператора. У нас стоят операторы изначального конечностаяния, а, я крысь. Тогда член, который... То есть, то, что дает вклад, это будет следующее. Это будет, я опять, произведение убираю, это будет нормальное произведение, да? И будет что? Будет интеграл FI от X, FI от X, FI от X. Вот есть интеграл FI от X, FI от X, FI от Y, FI от Y, FI от Y, FI от Y. И, значит, что нам нужно, например, вот такое, да, можно спаривание сделать, да, формальное произведение со спариванием каноновым. Плюс еще, плюс fm cfxvxxhxxhxhxhxhxhxhxhxhxhxhxxhxhxhxhxhxhxhxhxhxvxhxhxhxhxhxhxhxxhxxhxhxhxhxhxhxhxhxhxhxhxxhxhxnxhxhxxhxxhxhxxhxxhxxhxhx Так, и я сделал вот это с этим, а теперь я должен сделать это с этим. Всевозможное спаривание. Сумма с всевозможным спариванием, доказать вот такую первую. То есть, есть два члена, где по одному спариванию, по одному спариванию. Два спаривания это опять нам уже не даст не вага. Если, конечно, еще можно два спаривания сделать, то есть вот этот и вот этот тоже. Ну, сумма, я сказал, всевозможная. Однократная, двукратная и так далее. До тех пор, пока у вас что-то получается. Вот. Только если мы сделаем спаривание здесь, тогда у нас не останется операторов B. Вот совсем. Значит, вклад, который дает в наш процесс, это вот эти два члена. Ну вот, снимется и надо теперь попытаться работать, да. Значит, здесь стоит нормальное произведение, да, то я могу там переставлять как угодно, потому что все равно это нормальное произведение. Правильно? Я всегда тоже так понимаю. Вот. Ну, поэтому, 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 поэтому сейчас сотру чего-нибудь. Давайте вот с этой стороны сотру уже, наверное. Нет никаких вопросов. Слева или справа. Давайте справа. Ну, теперь надо как-то с этими величинами со всеми разобраться. Значит, итак. Чему равенится Фи от Х на Фи со звездой от У? Мы только что с вами... Ну, обычно для нейтрального пользования понятно, что для заряженного будет то же самое. Ну, это все равно так же, как коммутация этих полей. Так, поэтому, что мы можем здесь написать? Можете что-то сказать про эти два члена? Или ничего не можете сказать? Ну, я как могу написать? Ну, я как могу написать? Это интеграл под ИХ, под ИХ, давайте в виде одного интеграла напишу. Видите, я брак вопросов. Ну, вам должно понятно. Это будет Фи от Х на Фи от У, правильно? Вот. А здесь будет, как можно написать Фи со звездой от Х и со звездой от Х, и от Х, и со звездой от У на Фи от У. Да, это спаивание. А вот, теперь, как вы, если представитесь на то, что можете сказать? Или ничего не можете сказать? Ну, это же пресс-режонные вещи. Вот, нехто упрошает. Ну, вот. Хорошо, давайте это пишем еще раз. Где-то Y. А второй член пишу. И, я напишу так. Пи от Х. Пи от Х. И со звездой от У. И здесь я напишу так. Где-то, да? Пи от Х. И здесь я напишу так. И ничего о ней не говорится Да, x заменю на y. Вот здесь предлагают x заменить на y, то дай получить то же самое Видно всем, да? x заменяем на y. Я попытался, не знаю, понятно написано или нет. Если я заменяю x на y, то я получаю все то же самое. То есть, когда вот эта двойка пропадает, и g в квадрате пополам. Ну и амплитуда остается в следующем виде. Это будет конечное состояние на интеграл. Так, будет минус g. И g, тогда давайте пока не пишем в квадрате. А здесь будет что будет? Интеграл и от y. Фи от y. Вот. И, например, тот самый член, один первый, который фи со звездой на пропагатор. Фи от y. Фи со звездой от y. На фи. От y. Все заменю на начальное состояние. Интеграл. Интеграл. Фи от y. Ну вот, теперь надо ее начать вычислить. Ну давайте попробуем это сделать. Для этого что нужно? Для этого нужно вспомнить, что такое начальное количество стояний. И попытаться это дело расписать. Значит, у нас... Я помогаю расписать такие образы. Ну, например, возьмем вот это. Понятное дело, что это произведение факторизуется. У нас есть часть вот с этими полями, да? И где стоят поля были. Либо есть вот это стояний. Есть поля пропорционально оператору A. Понятно? То есть это одно один, но это другое. Они никак с другом в этом смысле не связаны. Ну давайте попробуем их расписать. То есть что такое фи от x на звездой от y. Мы только что вычислили. Вот. А давайте смотреть здесь. Значит, от этих операторов нам нужно только использовать вот эту часть. Согласны? Ну я сейчас попытаюсь немножко как бы... Ничего я не буду сейчас выписывать все. Потому что мы уже три раза выписывали. Вот. То есть от этой суммы работает только одна сумма. Ну там и два члена, и только один член. Который с оператором B. Да? И значит, если здесь стоит оператор, соответственно, будет B-крест, то есть он будет замыкаться вот сюда. На этот оператор. Так или нет? Вот. То есть это будет, соответственно, смотреть, что нам нужно. Это будет единица на корень из 2. Эрсола. А там в конечке станя у нас 2, да, стояло. 2, наверное, на E в степени это со звездой было, да? Значит это будет и так. И P2X. Ну, это не появится. Так, да. Я его сразу вычислил. От этого будет... Ну вот. Здесь будет стоять и на 2X4. Интеграл. Д4К на 2, а так я четвертый уже написал. На E в степени минус И. К. И. И. На. К в квадрате минус М в квадрате. Ну, все яичко. Так написано. Вот. С этой стороны будет стоять что? Тут стоять единица. А здесь оператор В, да. То есть это оператор В. Это будет единица на корень из 2. К. 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 Согласны? И потом А, ну и такой и такой член, два члена будет, правильно? Потому что есть А на А, который даст 0, и А крест на А крест, который даст 0. Согласны? То есть это будет только два члена, которые будут следующего. Ну я объясню так же. То есть когда от Х работает член вот этого А, то еще он замыкается и будет отсюда. То есть это будет, соответственно, Е в степени... Нет, здесь будет только стоять А, да? От этого будет стоять А крест. То есть А крест это будет, сколько? И К, здесь что, два, А стоит на Х. Вот, я взял оператора крест отсюда, из этого поля. Он должен замкнуться вот сюда. То есть это ИК2Х. Тогда... А тогда вот этот оператор, да, от У замыкается вот туда. Да? С оператором А. То есть это будет Е в степени минус ИК1ФИ. Согласны? Плюс... 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 Вот я чуть-чуть не рассчитал, но давайте я в эту сторону не рассчитываю. Вот. Плюс другой член, да? Здесь я брал сначала оператор А, да? А крест, который замыкался сюда. Теперь я буду следить отсюда на тратах А, да? Кругу замыкаться куда? Значит, это будет плюс Е в степени минус ИК1ФИ. Плюс ИК2У. Может проверить? Ну, и другая экспертная. Ну, и отмету, что здесь разумеется Е в степени, да? Теперь экспертная. Ну, который сейчас, естественно, прошло. Ну, проверка. Я на кое-что лица? В индексах или еще в чем-то? Дальше стоит что у нас? Дальше стоит у нас интегрирование, да? По Х и по У, да? Стоит? Ну, как дальше с этим разбираться? Я вопрос задал, да? Здесь стоит теперь интегрирование. Подо ИК и подо ИК. Ну, я еще забыл здесь, конечно, написать множитель в единице. Там мы корень из 2 оминра 1 ма, корень из 2 оминра 2 ма. Ну, вот такие величины. От полей. Ну, и что? Дальше как будем действовать? Да, нужно что? Сначала брать интеграл, соответственно, по ДХ и по ДХ. Правильно, да? Вот. Ну, и как это? С чему равен этот интеграл? Да. Ну, это только мы задавайте теперь. А как раз? Ну, во-первых, есть вот эти… Опять, ну, поверите, вот эти четыре множителя, да? На каждую внешнюю линию. Видите, да? Ну, вот. Один, два, три, четыре, да? У нас, очевидно, так сказать, будет четыре внешних линии. Две входящих и две выходящих. Правильно, да? Вот. Ну, на каждую из них появилось это таковое мнение. Вот. Значит, теперь нужно расписать интеграл. Интеграл по ДХ и по ДХ. Ну, давайте РХ распишем. Значит, интеграл берутся крайне просто, да? 2π на дельтрофунус. Так-так. Вот. Ну, и какие это будет интеграл? Смотрите. Ну, интегрируем по ДХ, да? По ДХ будет что? Ну, во-первых, здесь у нас получилось два члена. Видно все? Да. Вот. Ну, давайте как-то я попытаюсь расписать эти два члена. Я сейчас оставлю в покое вот эти все четыре множителя, чтобы я их не переписывал. И буду пытаться расписывать все, кто говорит по ДХ. Значит, это будет, соответственно, 2π. Четвертое, а на самом деле восьмое, да? Потому что по ДХ и по ДХ. Смотрим по ДХ. Вот смотрите. Вот. Первый член. Это будет сколько? Это будет цель-ка функция, да? От чего? По ДХ. Минус крайний будет? Так, да? Смотрим дальше. Значит, а здесь что будет? П-2. Здесь что? Минус крайний, да? Все? П-2. П-2. А здесь что? Минус крайний, да? П-2. А. Интеграл по ДХ берем, да? Теперь интеграл по ДХ. Он будет, это произведение, правильно? Повторизуется все, да? То есть это будет цель-ка функция. Я вот два три восьмой уже написал, на одном и на другом. Вообще рейс встречается. А? Значит, по у смотрим. Я смотрю буквально на этот член, на первый. Значит, по у это будет кабло. А дальше что будет? Здесь будет по у плюс к. И минус сто один. Будет? Вот. Значит, плюс. Плюс дельта фунт. Ну, я здесь напишу. Теперь я начну интегрировать вторую член. Это будет К2. Ну, а здесь. Плюс П2. Минус К. Это очевидно, да? Или не очевидно. Вот. На эту функцию. А здесь сколько будет по у? Минус К1. Плюс К. Минус К1. Ну, я не хотел писать. Ну, давайте напишем. Остается еще. Интеграл. Интеграл. Теперь надо интеграл отсюда писать, да? Давайте перейдите чуть-чуть. 2 в 3. Восьмой интеграл. А до 4К. Ну, и остается, естественно, все четыре умножителя. 1 в 2. 1 в 3. В. 2 в 2. 1 в 2. В. И. 2 в 2. 2 в 2. Потому что понятно, что уже никто в это не играет, но, как я надеюсь, вам нужны, когда вы петли не будете считать, когда я еще говорю. А вода мне там не нужны. Значит, теперь что? Остался интегралка d4k, который теперь тоже очень просто берется. Берется? Да. Значит, этого, чтобы мне что-то так что-то пропилить, у него что-то стереть. У меня уже явно не хватает. Давайте я... Я только сейчас смотрю на ночь чего-либо. Вот как люди будут здесь что-то писать. Так, ну давай теперь попытаемся расписать его до самого конца. Берем интеграл по d4k. Во-первых, как вы видите, 2k в четверке одно сократилось, да? Вот. И еще, смотрите, сюда берем по k, ну остается одна дельта функция. Видно все? У вас там единица, две люди находят, короны из 2F в четверг, это все равно 1. А чем там еще единицы? А есть знаменатели? Я спуску умножить так написал. Нет, почему? Нет, почему? Есть зеркал, потом еще и несколько. То есть где-то еще... Ну, в смысле, это понятно? Понятно. Нет, ну я бы ввел в виду, что это есть этот интеграл вот, вот скобка, да? Вот оно, да? Потом он умножается вот на этот множичек. Да. Умножается еще на этот множичек. Понятно. А в единственной... Два раза. А, все-все-все-все, да, я... Один написал, вот сейфик 6. Так. Нет теперь опечаток у меня? Ну, давайте все же продвинемся, да? Теперь интегрируем по k. Когда у нас появляется дельта функция, какая дельта функция появляется? Для первого множичек. Вместо k должны поставить что? Минус k1p2, правильно? Вот. То есть это будет k2 минус p1, да, вот я отпишу здесь. k2 минус p1, а вместо k представляет минус k1 плюс p2. Правильно написал? Пишу. Так, да. Теперь посмотрим, вот здесь какая дельта функция появляется. Здесь появляется опять минус k1 минус p1, я здесь пишу. А вместо k поставляем плюс k2 плюс p2. Раз? Одна и каждая, ну что ли, да? Ну как, вверху и внизу одной тоже написано. Ну, написано «Закон сохранения энергии интуса», да? То есть k1 минус p1 должно быть равно k2 плюс p2. То есть опять у нас появилось, ну, заметьте, у нас опять появилось 2 плюс 4, да? На вот эту дельта функцию и еще на вот эти все эти множители. Ну, то же самое, как я вам говорил, что это появляется всегда так, да? Вот. Но при этом, при этом, k здесь появились, k здесь разные, да? В этом случае оно равняется, там, p2 минус k1, а здесь k равняется k2 плюс p2. Правильно? Поэтому. Уписываем ответ, да? Ответ. Для амплитуды, я имею в виду пока что. Это будет 2π в четвертой. 2π в четвертой. На дельта функции k1 минус k2 плюс p2. Так. Дальше. Остается и g в квадрате. Ну, проверим, что я ничего не забыл. Вот. И еще. И там, от пропагатора, да? Вот. И от пропагатора. Сейчас по другому счету пишу. Значит, и здесь остается и, а здесь стоит, можете заметить, здесь стоит k2 минус m квадрата. Так. Где k равно 10 чему родному? p2 минус k1. А здесь равно чем у k. Ну, там, b1, например, плюс k1. К квадрате минус r, 5. Скажите, что я все написал, ничего не забыл. Ничего не потерял, числитель знаменитого не перепутал. Так, да. Вот и написали амплитуду. А вы что-то предлагаете. Ну как, это же и с того или с другого возьмите, да. Ну, может и так, и так, потому что, видите, у нас дельта функция есть. К1 плюс 1 равняется К2 плюс 2. Так, ну и теперь можно нарисовать диаграмму Феймана, которая соответствует этому процессу. Да. Дальнейшее вычисление сечений мы продолжим, я так понимаю, на следующем семинаре. Сейчас нарисуем такую диаграмму, потому что кончился семинар некоторое время назад. Поэтому рисуем диаграммы, да. Вот я, сегодня я. Вот это одна диаграмма и вторая диаграмма. Вот здесь, по крайней мере. Идем с этой стороны, в вершине ИЖ стоит у нас, так далее. Здесь стоит пропагатор, вот эта внутренняя линия – это пропагатор. Это будет И поделить на что? В каждой вершине сохраняется импульс. Если здесь P1, K1, то соответственно здесь будет P1 плюс K1 в этой линии. То есть эта диаграмма соответствует какому члену? Вот эту. Идем как по линиям. В внутренней линии стоит пропагатор. Теперь идем по этой линии. А здесь стоит что есть? Смотрите, P1 и K2 улетело. То есть P1 минус K2. Ну или наоборот, как здесь стоит. Вот здесь должно стоять, либо здесь можно написать P2 минус K1. Потому что здесь было P2 минус K1. К1 в вершине добавился. Получилось P2. Понятно, да? Ну вот в этой линии. Либо это, либо это. Ну что она говорит тоже. Вот эта диаграмма соответствует члену. Вот это вот члену, да? Получили две диаграммы. П2 минус K1. И равна. Правильное описание, надеюсь, уже понятно, да? Амфлитуду. Теперь если вам нужно нарисовать, если, например, вы можете рассмотреть процесс, ну, мы рассматривали процесс какой? Вот такой. Вот этот, да? А можете рассмотреть, например, процесс, не знаю, там, такой, да? И выводит там хрестовище, да? Можете такое рассмотреть, да? То есть два, там. Две нейтральные частицы, но и две зарядшие. Правильно? То вы тоже можете здесь легко рисовать уже диаграммы. Ну, в принципе, как правило диаграммы техники, на этот конкретный пример мы с вами выделим. Еще раз говорю, для внутренней клиники должны рисовать папагады. Вот написано все. Значит, ну, я надеюсь, вы вот эту амфлитуду запомните на семь дней, да? Вот. И мы с ней на следующем семинаре ее обсудим там дальше. Ну, сечение. Сечение мы с вами не вычислили, об этом вы нашли. Надо бы все же до конца довести это дело. Какие есть вопросы? Нет вопросов? Задание будет? Мне приходите задание задавать? Будете? Будете, да? Ну, тогда те, кто будет сдавать задание, подождут меня минута три. Если меня сейчас опять никто не остановит. Аминь. 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 Кар christamentos. Он зайти ноя provinces тысячами. Эй, кто прощает они ничего не накручка? Это, все.